Елена Сурина Охранник Кэту Хипко Он жил 40 лет Наталья 20 лет Русская девушка Буба 25 лет Благосин Кийон 30 лет Француз Официант Действие происходит В течение одного дня в Париже В различных местах Зам ожидания В офисе социальной защиты В ряд На стуле сидит множество Народов Всяких отдельных Африканских Мужчин и женщин В этнической одежде Жен... Женщины в хиджабах А некоторые даже Ну или С колясками Среди них На втором ряду первого кресла Сидит белокожая Красивая девушка в короткой юбке А рядом с ней на полу Рядом с ней на полу лежит пирог У всех в руках какие-то большие типы документов Справа от очереди в нескольких столах ведут прием работники соцзащиты Внезапно Внезапно Раздается телефон из зала Маму 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 Я тут защитник Девушка Вы не видите объявления Здесь нельзя разговаривать по телефону Ну пожалуйста, ну выйдите Попросили выйти из зала Там типа нельзя разговаривать Как-то там шум Столько народу Не, ну а у меня последняя очередь Когда-то меня еще дойдет Не, ну вообще-то уже третий раз сюда прихожу Постоянно или что-то не то И нет, чтобы сразу сказать, понимаете Все, потом сюрприз попозже Чего-то не хватает или что-то потеряли Я уже устала от этой возни Как вы с папой? Ну слава богу Да я еще не знаю сколько здесь времени проведу Из возни столов в приеме тут только три Надеюсь до обеда отдам ему кипу бумаг Мам, я тебе говорю, что я сегодня встречаюсь с японцем Как с каким? С настоящим японцем Он мне на фейсбук написал Он, ну, он живет в Париже Собирается поехать по Транссибирске И учит русский язык Его же надо подготовить к этой поездке У меня один знакомый иностранец Как-то говорит, ездил я на ваших поездах Сначала друзья русские Посадили меня в вагон-ресторан Ну, мы там пробыли несколько часов и отправимся И я искать свое место Иду по поезд и захожу в вагон морг Все под белыми простынями укрыты И вонище! Надо подготовить японца У них же в японке все по-другому Ну, попросил еще рассказать о Томске Мам, я почему сразу приют? Ну, что в Томск собирается? Ну, многие же иностранцы едут Учить русский язык именно в Томске Да Ну, да, я к нему собираюсь Он сказал, что, ну, типа, будет просмотр фильма И небольшое чаепитие Я испекла яблочный перлог Бонфан И вот сюда с ним пришла Все так смотрят на меня Смотрят, что у меня в пакете А? Мамуль, ну, что ты говоришь? Ну, почему ты всегда всех подозреваешь? Я, например, ничего не заподозрила Если человек едет в Томск А что? Творишь японцев мало, что ли? Мам, ну ты даже не думай об этом Не волнуйся Погоди минутку Я сейчас гляну, не подождали моя очередь Мам Мам, я перезвоню Граждане Ну, здесь пакет стоял У меня такой черный пакет, где он? В нем яблочный пирог И я Я вышла на минуту буквально Нет, теперь ни пирога, ни пакета нет Нормально? Кто съел мой пирог? Девушка Ну, что за концертами здесь устраиваешь? Что случилось-то, а? Да, случилось Что? Придо съел мой пирог Не желает в этом признаваться А, какой пирог? Мне позвонила мама И я, по вашему указанию, между прочим С ней вышла поговорить в коридор Около стула На котором я сидела Я оставила свой пакет с пирогами Вот вам Теперь ни пакета нет Ни пирога нет Все молчат Как фрукт воды набрали Это суд защиты Или что? Вообще здесь объедают граждан Может, вы знаете, где мы пробовали? Девушка, вы не это ищите А я поставлю ваш пакет, чтобы не мешаться двигаться в очереди Ой, спасибо Я вас угощу кусочком очень любезно Я тоже испугалась, что ты посъел мой пирог Нет, я лучше... Ой, я вас в следующий раз угощу, когда я сюда опять приду Специально для вас испеку пирог Шарботку Договорились? Чего? Позволите-то себе, а? Мамуля, алё Извели Тут такой казус вышел Я пока с тобой разговаривала Кто-то похитил мой пакет с пирогом Но в итоге пакет нашел с нами Да, да, и пирог тоже Я же пообещала человеку, что сама испеку пирог Получилось бы совсем неловко Как его зовут? Ну, такое, ну, японское имя Ну, ты же знаешь, у меня не так много друзей японцев Мам, ни одного Сейчас гляну, как его зовут Кэзухико Мама, ну зачем я буду тебе давать его адрес? На какой случай? Смотри, я сейчас отдам документы Надеюсь, что в этот раз примут Потом я к японцам А вечером у меня свидание с Гийомой Да, француз Ну, я тебе еще о нем ничего не говорила Ну, недавно Мамуль Ой, мам, там вроде моя очередь уже Ну все, я побежала Вечером я тебе позвоню Обязательно позвоню Обещайте Лучше 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 Алёна Заходим в зал ожидания, где назвали ее номер в очередь Она направляется в столу, за которым сидит темнокожий сотрудник отдела социальной защиты В ручке написано Джоэль Вы это мне принесли? Алла, я сказал Здравствуйте Я вам, я вам следующий раз принесу А то я же, видите, завтра покажу Если не могу получить страховку Я же 5 год живу во Франции без страховки Сейчас посмотрим ваши документы Так, так Мне надо заполнить ваше досье в электронном виде А вы хорошо говорите по-французски Вы откуда? Я русская Сейчас у вас напряженные отключения с Украиной Да вы знаете, я как-то не замечала, что у меня личное соотношение с Украиной А если есть, то у вас, ну, расслабленные Вы знаете, что говорят украинки про русских? Что вы, русские женщины, слишком самоуверенные Была у меня подружка русская, красивая Но расстались мы с ней Сейчас она где-то на юге обаставалась, замуж вышла Я, конечно, не слежу за ее жизнью Случайно на Фейсбуке увидел свадебные фотографии Хотя ее у меня в друзьях нет А теперь у меня документы в порядке? Смотрите, у вас не хватает справки из центра занятости населения Что вы стоите на учете Да я студентка Это касается каждого Вы же работали Ну ладно, так уж и быть, я пойду вам навстречу У вас такое красивое лицо И я уже вам сказал, что вы хорошо говорите по-французски Я так устал от этих неграмотых эмигрантов Приезжают и двух слов не могут связать Я уже молчу про культуру и историю Вот я француз Несмотря на мой цвет кожи Вы уже заметили, что я темнокожий Я черный Я из заморского департамента Мартиника Вы знаете? Знаете? Меня родители привезли в Париж, когда мне было 6 месяцев Так что я приезжаю Смотрите, как я печатаю Печатать Как это колодец у клавиатуру рукой Оставите почему Я музыкант И я представляю, что играю на пианино А клавиатура – это клавиша инструмента Вы вообще торопитесь? У меня через 5 минут обед Вы можете меня подождать около остановки 5 минут Мне так нравится с вами говорить Первый интеллигентный человек за весь день Я буду вести ваше досье до самого конца Вот моя печать Моя фамилия Пьерро Меня зовут Жэль Пьерро А вы любите Париж? Ой, я так люблю Париж Мой мантр Вы знаете Плаздо театр? Там, где художники собираются Обожаю Ну, Белли Вилли вы точно знаете Ага, я не ошибся Обга Я не ошибся Обожаю встать в Китай Где-нибудь в Париже просто петь и играть Нет, не ради денег Мне так нравится выступать перед публикой Аленок, вы такая интересная собеседница Весь день бы с вами разговаривал Ну, что мы решили? Вы меня подождете Такая жара Выпьем по стаканчику Вы же не торопитесь Ой, я не могу Может быть в следующий раз Я вот Я вот пью еще не совсем нет времени Вот надо вот этот пирог отпести на подружке Мне сегодня день рождения А вы знаете, я не могу никакую кухню Я была однажды Я была однажды в русском ресторане в Париже Мне очень понравилось Я не помню, что я ел Но было вкусно Тогда в следующий раз Пойдем мы в фениканский ресторан Вы должны попробовать Спасибо вам Очень интересная собеседница Но вы должны мне пообещать Что в следующий раз Расскажите мне про Крым До скорого, Аленок И это будет свидание Сцена номер два Алена стоит около большого красивого парижского дома И смотрит на домофон Достает телефон Выбирает номер Коллин Алё Ты Кгизухий кот Это я Я внизу Какой у тебя кот от двери Продиктуй А сам спустишься Окей Я жду Через минуту Дверь открывает француз Средних лет Алёна? Да? Пошли. А ты скорее, мы уже начали без тебя. А ты... Ты Сухико? Ну да, пошли быстрее. Я на каждом этаже шутка. А что, твоя вечеринка в полном разгаре? Ну да, мы уже без тебя начали. Прокорей, ложусь. Вот в сторонке. У меня, Наташа, зато тебя. А ты что, говоришь по-русски? Долго ли это не че? У меня много выражения не в тему. Ну ладно, я Алёна. Девочки! Что ты нам принесла? Я надеюсь, вы любите Руди Алмана. Будем смотреть «Манхэтта». Девочки! Алёна? Это пакет. Пакет для нас. Полуфа. Сама бегла. Я так люблю русских девочек. Что ты имеешь в виду? Ну чё ты к Соловану привязываешься? Он просто знал, что любит русских и русскую культуру. Непонятно что. А ну раз так, ладно. Слушай, а ты че, сама пирог пекла? Я ему мороженое просто будет. Алёна, будешь? Ну че-то я как-то не знаю. Ну ты давай сюда, неси по-лижем. А ты на самом деле в Томск собираешься? А ты че? А ты че так в Томск собираешься, я понять не могу? Ты мне не говоришь, что в Россию едешь? Ну когда это? Когда отпуск будешь? Ты же месяц назад только что из отпуска вернулся. Слушай, я че-то не пойму, а че сейчас происходит вообще? А я не понимаю, что здесь происходит. Девочки, девочки, давайте не суйтесь. Давайте смотреть фильм. И пить чай с моего дружного и спокойного. Ты же вроде хотел, чтобы я про Томск рассказала. Тише, 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 тише. Я не думаю, что это мать, не потрясающе. Потом будет как-нибудь по существенному было. Я говорю, оно обернуло. И Томскarden пожелал от него. И для него это город был не факторlı, а фактор суверенном культуре, росла на лепчатство, ибо люди здесь слишком участку будут побудти не имеющих факторов в Протипе. И ты продолжаешь. Что во глазах, примерно сейчас, не двадцать лет, будем пройти. Ты хочешь чтоб про это не выпадал? Он же не японец. Нет, конечно. А что ты взяла? Подожди, а его зовут не Кайзухику? Да Люк его зовут. И что, вы давно знакомы? Да, пару лет. Шесть. Прикинь, он мне сказал, что он японец, что едет в путешествие по Транссибирской и попросил его рассказать о Томске. Кстати, куда он свалил? Понятия не имею, я с ним это часто бывает. Слушай, да ты не бойся, он извращенец, но безобидный. Извращенец, говоришь? Ага. Слушай, он постоянно третий, где русских собираются, там, посетых. Слушай, мы так и познакомились. Ну а что, он к себе приглашает всегда, накормит и не пристает. Я только понять не могу, почему он представился японцем. Слушай, в Министерстве иностранных дел работает. Ну там и боится, что девятки начнут его просить, ну там, пристроиться или там, стажировку. Ну почему японцем? Я, конечно, мягко в шоке от этой ситуации. Хорошо, что он ушел. Я вот фильмов идеален, терпеть не могу. Я, наверное, тоже ретируюсь по шуму. Прикинь, дверь заперта. Ну что, я еще дверь закрыл? Ну, по-моему, чья выключалась? Нет. Да блин, был бы ключ, я бы начала нервничать. Как мне теперь выбраться из этого логова? Ты уже позвонил встречу. Слушай, я вам не повторю. Ваши вкусы. Спасибо. Чего ты так и прекрати живу, а те, он как мне выйти, то теперь. И мы на пятом этаже. Подожди, не суетись. Придет откроя. Ты увидела, что он безобидный? Или вы заодно? За что одно? Говорила мне мама, что вся эта история с японцем подозрительная. Почему я маму не послушала? Ну ты представь, что ты готовишься к роли в фильме. И вот такой вот сюрприз у тебя получился. Знаешь, я люблю вот эти вот сюрпризы. Была у меня уже одна история. Приехала когда в Париж, мне жить негде было. Ну, пока искала жилье. Ну, у меня один приятный араб. Говорит, мол, поживи меня хоть неделю. И целую. Ну, я в темно, переехала. И все было мирно, спокойно. Я утром рано уходила, и поздно вечером приходила. Ну, мы поговорим и спать. Да я вообще уставала я очень с этими поисками. Жутко. Куда ни приду по объявлению, везде очереди по 20 человек. Все с полными этими досье, гарантами по оплате. Ну вот, на второй день возвращаюсь поздно вечером. И чувствую, что-то не то в его поведении. Он такой, ты любишь сюрпризы. Я бы сразу смекнула, отвечаю. Я сюрпризы терпеть не могу. Особенно неприятный. А он, я тебе приготовил приятный сюрприз. Сядь на диван, закрой глаза. Ну, и что? Ну, ты открываешь глаза? Он там, вот. Нет! Открываю я глаза, а он мне розу красную подает. И накидывается на меня со словами и с поцелуями. Типа, ты девушка моей мечты. Ну, а ты еще? Ну, я ответила, что ну ты-то не мужчина моей мечты. И вот тут же, а кстати, это было уже поздно, и он жил в пригороде Парижа. Он такой, моя квартира не гостиница. Ну, я, конечно, тут же схватила сумку с розы, не оставляет же вода. Ну, и выбежала. Идти некуда ночь в пригород. На сквее, на севере. Позвонить некому. Ну, иду, думаю, что мне делать. Села на лавочку, сижу. Потом прилегла. А холодно? Осень. Ну, что, так на лавочке спала? Ну, парень там какой-то мимо с собакой проходил. Ну, знаешь, такие маргиналы. Обычно они такие с дредами, или наоборот, бритые. Ну, с псинами большими, милостыми просит. Ну, не милостыми, типа на корм с собаками. Ну, вот, он мне такой говорит, девушка, вам переночевать негде. Пойдемте у меня переночуйте, а то страшно на лавочке. А я ему говорю, собаку твою боюсь. Вдруг укусит меня с голодухи. Или она мне руку съест ночью. Или того страшнее, сердце выгрызет. А я кому без сердца нужна? Бессердечные сейчас никому не нужны. Ну, он засмеялся, намордник на псину одел. Говорит, ну что, пойдешь с нами? Ну, я в итоге с лавки не сдвинулась. А он рядом сел. И так всю ночь просидел. Ну, а потом что? Ну, утром, говорит, понравилось ты мне. Пошли со мной путешествовать, там по Франции. Будем в лесу ночевать. Лиз, не бойся, у меня собака охотничая. Ну, а ты что? Ну, я ему говорю, зависела бы от меня. Но меня Париж ждет. Ну, да, короче, мне 2 евро на электричку. Ну, вот видишь, все-таки есть порядочные люди. Раздается звук пришедший эсэмэнский. Ого! Три года назад познакомилась с одним человеком, виделись с ним единственный раз и после этого не общались. И тут, опа, от него эсэмэска пришла. Ну, что, как зовут? Сезарь? Салат, человек. Очень остроумный. А как открытые, да дурацкие дверь? Ты что, можешь попробовать за выход через балкон? Да блин, мы на пятом этаже. Значит, на шестом на русские манеры. И мне предлагают, что прыгать через балкон? Его, кстати, нет. Алло! Юлечка, привет! Меня в заложники взяли. Серьезно? А я тебе когда-нибудь врала? Это было не вранье. Я? Я не преувеличиваю. Прихожу к другу, японцу, который оказался французом. Но это необытно сейчас. Он меня в своей квартире забаррикадировал. Тут еще одна русская девушка. Я сейчас, я себя чувствую заложницей в собственном теле, в его квартире. В седьмом? Да, и район, как ты видишь, престижный. Не об этом сейчас. Что делать? Мне надо отсюда как-то выбираться. У меня встреча. Что? В коллекцию позвонить. И что сказать? Ой, он вроде сейчас пришел. Он уже пришел вроде. На связи. Ой, а мы как раз вот фильм досмотрели. Ну все. Мне пора бежать. Спасибо за вечеринку. Было приятно познакомиться. Надеюсь, что тебе понравился мой рассказ о том, что ты скоро поедешь туда, чтобы все видеть собственными глазами. У нас тут как раз очень любят японцев. Ой, а тут так тюрьмо. Подожди, подожди. Я тебе включу свет. А нет, не надо. Не надо. Да ладно, я как-нибудь так. Я опаздываю. Я сломала ногу. Ты уверена? Какая боль. Дайте мне пирамидон. Ты мустрый. Ты почему без света пошла? Тебя только за смертью посылать. Я опаздываю на свидание. Теперь я вообще идти не могу. Ты мустрый. Ты мустрый. Какой-то надо. Не надо, мне надо. Только не в скорую, слушайте. Я уже два раза до недели вызвал в скорую, а они сказали, что он третий раз уже не приедет. Ты мне не говоришь, чтобы ты вызывал в скорую? Ну, я тебе не говорил, что я я японец. Да вы делаете, не в скорую, потому что у меня строповки нет. Я сегодня я только подала документы, чтобы мне строповки сделать. Какой же я не уйду. Я даже плакать не могу. Потому что я уже вывела, потому что все слезы. Подожди, у меня же есть охлажден, охлаждающий спрей для спортсмена от растяжения. Я-то подожду. И у нога-то моя сломана. Она уже синее. А какая опухоль? Ты хоть бывшему своему звони, он у меня хоть врач. Ну, вообще-то он козел. Потому что, прикинь, я когда с ним встречалась, но при этом жил с какой-то бледен. Жил. Ты вообще можешь себе такое представить? Офигеть. Да, прикинь. Где болит? Вот здесь? Может, это не перелом, а растяжение? Вот ты мне скажи, при растяжении бывает такая опухоль и острая боль. Я сама почти врач. У меня родители врачи. И бывший у меня тоже врач. И я сама могу диагнозы ставить. И четко, между прочим. Я вот помню, в России, когда я еще работала, у меня был коллега, Вася. Звонит как-то он мне и говорит, мол, упал, нога опухла, и ты не можешь, что делать? А я ему, да перелом у тебя, дружочек. На следующий день юрген сделал, так и есть перелом. А я еще подружке своей тоже диагноз поставила. Пришла к ней в гости. Сидим на диване, разговариваю. А там около двери на полу стоит трехлитровая банка с огурцами. Она мне спрашивает, ты принесла? Я говорю, я принесла. Она может, я тебе говорю, бери. А на поле к этой банке я, ты беременна, детка. Вот, а она говорит, нет, да ты че? В итоге через месяц она узнала, что она беременна. Как три месяца. Так что я, братья и врач, а медик, это точно. И это призвание. Да, 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 да. А мне надо подруге позвонить, предупредить, что я ногу сломала. Алло, Юль. Выбралась, ага. Я ногу сломала. Как, как? Пришлось через балкон лезть. А что осталось делать? Какой балкон? Я вообще когда-нибудь тебе врала? А вот это давай не будем вспоминать. Ты можешь меня забрать? Я ходить не могу. И теперь мне известно, когда вообще смогу. Да, седьмой. Какой адрес? Блин, блин, у меня был записан. Ну, я сперла. Сейчас спрашиваю, какой у тебя адрес. Ты про какой молдом говоришь? У меня нет молдом. Так, ближе к делу. Точный адрес, или тебе придется самому меня отвозить. Я в курсе, прикинь. У меня такое ощущение, что я подграбочная. Хотя и каплю в рот не брала. Какой-то сюрреализм. Шахочет ли чай? Водки хочу. Ага, я зажилась. Пауза. Не, ну не смотри, не пью я больше. Слушай, я куда-то во Францию переехала. Бухать начала. Слушай, ну как бухать? Каждый день пила там ракхи с болгарой. Мама переживать начала, что я сам пьюсь. Звонила, плакала трубкой, просила, чтобы я остановилась. Слушай, а ракхи это 40 градусов. Ну, болгары съехали. А я, говорю, копить начала. Каждый день. Ну, слушай, они все не по одному бокалу. Заходили в бар, и там мы с друзьями каждый день выпивали. Слушай, ну как с друзьями, с соседями моими алживцами. Ну, они приказывают, что вино, которое они пьют, это халяй. А я вон там все успокаивала. Ну, мол, не переживай, я не пью. Однажды сидела дома и заметила, что хочу выпить. Ну, тут, короче, я осознала, что у меня проблема с алкоголем. Пустила боли плюс характер. Завязала. Теперь никак не спиртовый в рот. Только чай. Че, как тут твоя нога лучше? Да, круто лучше. Когда оделся вот этот твой друг? Мне что, в этот раз на самом деле лезть через окно? Я навстречу опасно. Сделай мне чай, что ли, пожалуйста. Привет, девчонки! Я быстро ноги помою. Можешь руками есть. Ну, не против. А ты кто? Я Буба, здесь живу. Я Манагасиец. То есть ты не японец. А где тогда японец? Как его там? Жан, Люк, Удзия? Почему ты Люка называешь японцем? Он же француз. Однако, друг, какого мне пора? А как же ей чаю с фамилию? А что с твоей ногой? Она ногу сломала. У нее Люк с лесу заспустил. Я попрошу. Да, я помню, у меня у одного друга в Мадагаскаре была сломана нога. Вовремя не стали лечить. Все думали, сама пройдет. Потом неправильно срослась, пришлось разламывать. Короче, у него теперь одна нога, короче, другой. Спасибо за постеперимство. Я пошла. Привет, девчонки. Сцена третья. Бару на Луна-Лапре. За столиком сидит настоящий француз Кирьон. Бару на Луна-Лапре заходит Алена и садится напротив него. Я тебя сразу же узнала. Не знал, что ты хромаешь. Ну, ты меня вообще в первый раз видишь. Не знал, что вы мне только то, что я тебе рассказала во время нашего ревторного общения. И что будешь? Кофе. Пиво и кофе, пожалуйста. Вы с ней. Вы. Ты опоздала. Ой, я в курсе. Извини. Ну, я же тебе написала смс, что опаздывал. Ты написала, когда уже опоздала на двадцать минут. Я тебя полчаса ждал. Ну, давай забудем, что между нами было. Ну, между нами еще ничего не было. А ты мне уже претензий к тебе. Что опоздала, я опоздала. Я же извинилась. Ну, так? Ну, да. Ну, и постой же. Значит, ты русская. А откуда? Я из Сибири. Постой, Сибирь. Сибирь. Сибирь это страна? А Костя, ты тоже страна? Я знаю только, что там у вас холодно. Буряна. Богатые познания наши хорошо. Ты размиривайся на детали. И у вас по улицам медведи ходят. Да, и ты забыл помянуть, что они играют на балалайке. Точно. Не хочешь к нам съездить? Или дрейфишь? Медведи боятся. Я вообще-то думал, что ты из Москвы. Правильно. Потому что в России нет других городов. Одна Москва. И еще один, как его, наград заканчивается. Болгоград? Нет, я об этих даже не слышал. Только точно, точно больше нет наград. Вот я тебе все варианты перечислила. А ты сам в Париже чем занимаешься? У меня уже своя туристическая фирма. Ого, это круто. Да, да, ретро-экскурсии по городу и пикники за городом. В Блонском лесу, в Ансенском. А вы, французы, любите леса? Ну да. Далее следует неперевозимое инослов. А у вас там есть белки? Наверное. Я ни разу не видел. А мы их обожаем. Вообще, белки — это наша русская страсть. А что вы с ними делаете? Ты что, их ни разу не пробовал? У нас как-то не принято. Да вы просто не умеете их готовить. Мы их жарим, особенно с картошкой. Вкусно так, солим, маринуем. Что еще? Ну, вот, сошины так и на сука хорошо. Белок? Да. Ты уверена, что про белок говоришь? А что еще в лесу растет? Может, грибы? Да. Да, смешил ты меня. Конечно, грибы. Ну, похоже, Слопова. Я чуть со стола не упал, когда ты начала... Что мы, белок, маринуемый, солим, да еще и солим. Ну ладно, все. Скидь не бывает. Да, можно вас? Еще одно пиво. Будешь что-нибудь? Нет. Нет, я вот еще кофе не попила. Одно пиво, пожалуйста. Сля. Работаешь сейчас? Ну, еще работаю. Хотя буквально, буквально из стола завернулась. Там работала. Ну, как работала? Пыталась. Продюсером. Серьезно? Мало. Круто. Ну, как продюсером? Ну, там спорсеров искала. А у меня там спортсмены были. Ну, хорошие такие ребята. Ингуши. Смешанными боями занимались. Ну, один мастер спорта по буксу, а второй по вольной борьбе. Ну, знаешь, такие реальные атлеты. Два метра роста, там, одни мышцы. Ну, и магием кружим был. Ну, чтобы на соревнования вписывать споры. Где ты их нашла? Через одного грузина. Ну, хотя я думала, что он грек. Ну, у него такое еще и имя. Такое, ависта... Ах, друзья, ну, понять не могут. Я не могу понять. Короче, выяснилось, грузин очень. Мочинцы. Мне вообще, знаешь, везет на людей, которые закрывают свою национальность. Я француз. Я уже поняла. Я не скрываю. Я уже поняла, что француз не сунь. Ну, вот я денег для них искала. Кто бы мог проинвестировать в спортсменов? Ну, иду как-то по ту грузин. Ко мне такой чувачок один подходит, видя такого бомжеватого. И говорит, сестренка, зайди за мной в банке. Я с карты деньги не могу снять. Меня не впускают. Я смотрю на него, думаю, да я бы тоже тебя не впустила. Говорю, ты уверена, что это твоя карта? Он достаёт карту, показывает фамилию. Потом паспорт только достаёт. Всё совпадает. Переговорит мой паспорт, как залог, чтобы не сомневаться. У вас, кстати, смотри. Достает паспорт, протягивает гильон. Что это? Да вот паспорт того чувачка. Я, когда уезжала, решила себе оставить. Ну, как сувенир. Он мне такой говорил, я из Тюниса приехала. Там туда-сюда, так-так-так, деньги подкопил, во Францию рванул. А теперь вот с этой карты снять не могу. И мне ещё должно на неё перевести на днях 100 тысяч евро. Я говорю, ну давай, пошли в банк, снивешь сколько надо, хоть приоденешься, да помоешься. Думаю там про тебя. Зашли в банк. Со мной, конечно, его пустили. Хоп, снимают с карты пять тысяч евро. Я думаю, ну правда, видимо. Они говорят, пацан. Приехал из Тюниса, деньги снять не может. Он тут же мне пятихатку даёт. Говорит, спасибо, что помогла. Потом в ресторан повёл, по барам. Говорит, делался мне нифига. Я его спрашиваю, где ты живёшь? Он говорит, вот здесь. Вот на столе могу. Вот здесь я и вот. Я говорю, ну теперь пятый можешь снять. А он мне говорит, мне здесь нравится. Я люблю жить под мостиком. В короне всегда помыться можно. Я офигела. Думаю, лучше название реки знает. Такой грамотный. Но веду он к нашатам. Одним словом. Он мне ещё на следующий день позвал в ресторан. Сует сотку на входе. Его пускают. Деньгами салил. И всё повторял, что у него бабла дофига. Хорошо, видать, вот он в домусь под суетиться. Я смекнула и говорю. У меня есть двое атлетов. Очень перспективных. Помоги по-братски. Им спонсор нужен. Он согласится. Как сто тысяч переведут, так сразу. Так сразу. Я обрадовалась. Звоню спортсменам. Новость сообщаю. Говорю. Я вам спонсора нашла. А завтра вы все там встретитесь. Подходите к такому-то мосту. Они пришли и знают, что такие важные. Мы и души. Ну, что ты хочешь? А почему здесь? Почему? Что за бомжатник? Где твой спонсор? Я говорю. Идёт сейчас. Всё под контролем. Подождали минут 10. Идёт мой спонсор. Идёт тот ещё. Да ещё и про шофрин. Мы спортсмены смотрим. Муж идёт. И я им говорю. Это наш спонсор. После этого они мяч в корону не столкнули. Скорбились. Он денег им дал. Пришёл, потрещали. Ну да, сейчас. Сто тысяч переведу. Потом исчез. Я ему звонила под Москву. Он ходил и искал. Исчез, сволочь. Вот я вот, конечно. И мы уже с вами перестали разговаривать. Я в Париж вернулась. Жесть. Ну вот что думаешь? Почему? Почему я его паспорт теперь храню? Может он липовый? Это паспорт. Липовый, не липовый. А хранится у меня. Я его теперь всегда с собой ношу. Как напоминание, что не всем можно верить. Открываю, смотрю. Обузит Муси. И думаю, ну и сволочь же ты. Обузит. Да и у тебя глаза. Ох, подозрительно рукавы. Да нет, я чё? Угу. Посмотрим. Мы все поначалу так. Я чё? Я ничё? Потом выясняется, что меня окружают мимо японцев. И грейки. Ты знаешь, я как раз хочу сделать экскурсии для русскоговорящих. Хорошая идея. Я тебе работу предлагаю. То что за работа? Экскурсоводом. Хочешь? Экскурсоводом. Попробовать. Но я к тебе заплатить не смогу. Это плохо. Блин. Ну я и так на всём экономлю. Скидочные купоны собираю. Вчера зашла в супермаркет. Скидку забыла. Стою, думаю, домой что ли сбегать. А впереди ещё женщина. Одна тоже забыла скидочную карту. И говорит продавцам. Ну посмотрите, не видите, что ревенсионерка? А они такие брони включили. И показывают, говорит, скидку. И всё. А она такая чирность тогда в свою сторону. Вытащила и вытаскивает. И говорит, ну как он мне ещё доказал, что мне они? Василь новостей. Ну вся очередь так легла. Понял. Окей. Не хочешь работать как хочешь. Знаешь, с неудачным опытом в Тулузе. Тебе вообще вряд ли кто-то предложит работу. О, об этом опыте в Тулузе знаешь только ты. Ну я бесплатно тоже пониматься не собираюсь. Слушай, во Франции тоже сейчас не сладкие времена. Вот что ты думаешь об отношениях между Южным и Северным Китаем? Извини. Да. Я смотрю, ты в политике совсем не шаришь. Если обстановка между Северным и Южным Китаем начнёт накаляться, то Франция окажется полностью в дерьме. Сечёшь? Сечёшь? Это уже эхом здесь отзывается. Туристов мало безработицы. Мне кажется, ты самый улыбный парень из всех, кого я встречал в своих чувствах. Пойдём, что ли? У тебя евро найдётся? Ты куда? А себя ты заплатить не хочешь? Я у тебя что-то, а евро? Это мне не хватало на пиво. Алёна подходит к банной стойке и расплачивается. У тебя есть банкнота в 10 евро? Нет. Ну зачем? Эх, Жанна. Хотела тебе вином угостить. Алёк! Накусик! А где вы его, ази забыли? Её, это мои столичные друзья. Я с ними чё побуду? Я с тобой вам очень-очень приятно встретиться. Надеюсь, у вас следует... Подожди, а я, по-моему, вы сейчас ко мне. Я буду пасху готовить. Ну, 5 евро-то у тебя найдётся, чтобы разделить расходы на уши. Ну чё за фигня? Да, я расскажу вам. Слушай, дорогой, это мои друзья приехали с Мадагаскар. Я их 5 лет уже не видела, да, Маска? Ну чё за фигня? А как твоя нога? Брат, скажу только тебе строка между нами. Сломана она! Ты уверена? Так, а я тебе когда-нибудь врамат? Я ж умеетесь, но я забыл. Ну, не знал. Ну, догадывался, ваш балкон у меня догонал. Я его тащу и форму для пирога, заходила у вас. Слушай, а дай Югу позвонить. А мы захватим с тобой. Липонцы, что ли? Насушат сухарит. Но всё равно сюда идут. Слушай, а что за тех, кто забыл? Ну, хоть про национальность не соврал. Француз? Прикинь спрашивать меня. А у вас в Сибири свой язык? Я говорю, ага, в Сибирском. Не слышишь, что ли? Мы рычим, как медведь. Японец, по сравнению с ним, просто гений тебе не снесло. Боря, подключил старич, как чаю бамильного в рот набрал. Пупа, а не Боря. Ну, по-русски-то Боря. Отца твоего как зовут? Зачем тебе? Надо, значит. Бангсэйн. Викинг, значит. Значит, ты у нас, Борис Викинг. Ну, пока его нет, расскажи, что там у тебя с Липонцевым? У вас что, с Липонцевым что-то есть? А с чего ты взяла? У нас ничего. Нет, нет, Наташа, скажи лучше сразу, пока наше свидание не протекло в более серьезные отношениях. А у вас что, романтическое свидание? А я сразу не догнала вас. Какое свидание? Ты же сказал, что просто чай выпьет. Так а ты что, крутишь роман одновременно с двумя? Так у меня с Липонцевым нет ничего. А когда что между вами было? У вас с ним что-то было? Блин, да он, типа, Шинайка, Шинайка живет в Окино. Почти. В Странсбурге. Ну, когда тебя это останавливало, наличие жены? Ты же, ты что такое говоришь вообще? Ты же меня совсем не знаешь. У меня хватило одного взгляда на тебя. Но знаешь же, как хорошо, что ты его бросила. Он не достоин тебя. Если ты к нему все еще неравнодушно, так и скажи. Легу к нему, мой друг. И они станут вам мешать. Вот именно, ты скажи парню, не заставляй его страдать. Так успокойтесь оба. У нас с Люком ничего не было. И у нас с тобой есть свинания. А дружеская встреча. Да разве может быть дружка между мужчиной и женщиной? Нет. Нет, ну ты честно скажи. Ну, ну что во мне не так? Ну вот все, все, кто это. Ты думаешь, я не заметил, что тебе я не понравился? Да мне безумно понравился. Ну вот меня друзья ждут. Мне показалось, что это пошло не так на нашем свидании. По случаю, мой друг, я тебе позвоню. Окей. Ну вот смотри, у нас очень важный разговор. Мои друзья собираются пожениться. Я буду готовить программу для ей свадьбы. Мы сейчас обсуждаем вот эти вот детали. Они по интернету познакомились. Вот в Париже встретились. Первый раз неделю назад. Сразу решили пожениться. Ты же говорила, что они вчера с Мадагаскара приехали. Я не отказываюсь от своих слухов. Да, неделю назад они встретились в Париже. Потом сразу на Мадагаскар. Знакомиться с его родителями. И вот, а он, если ты не заметил, он Малагасец. Я Малагасец! Малагасец. И он, ну, то он говорит по-французски. Я не волнуют чай. Вот, а ты, наверное, думал, голову ломал, да? Так что, дорогой, у нас сейчас очень важный разговор. И вот я тебя не приглашаю, потому что мы будем говорить по-русски. И я вот боюсь, что ты будешь как-то нелогко себя чувствовать. Если ты мне сейчас дашь пять евро, то у меня на ужин будет паста. Я думаю, тебе сегодня приду спостить на диете. Паста на ночь. И вообще, как-то после шестни рекомендуйся, если ты хочешь потерять вес. Почему ты меня отталкиваешь от себя? Я всей душой, а ты всей... Ты какая же, ты такая же, как и все. Я знаю, что ты не перезвонишь. Почему вечно так? Ну что, что во мне не так? Дорогой мой, ну вот давай сначала попробуем не говорить о полиции, окей? И давай, вот не проси у девушки деньги. Все, давай. Давай, дорогой, давай. Меня уже друзья потеряют. Наша. Наша. Ты не у себя дома. Это не на синий, а Малагасец. Вот так теперь будет всегда. А что ты думаешь, все обо мне, то обо мне. Ты сейчас твоему парню скажи. Да нету мне никакого. Слушай, давай я тебя с одним мальчиком познакомлю. Он такой хороший, скромный, француз. Дети есть? Да, ты ребенок. Дочка 20 лет. Кому 20 лет? Дочке его. А мальчику твоему сколько тогда? А вот. Вот и так. Друг земли восходящего солнца пришел. Ты принял свою форму? Я шел просто в бар. Я знал, что ты тоже здесь будешь. А про какую форму идет речь? Ну, как минимум, про спортивную. Ты же мне сам сказал, что у меня проблема лишнего леса. Никогда. Никогда я тебе этого не оговорил. Но подумал. А это одно и больше. Я вот прочитала твои мысли в этих твоих японских хитрых глазах. Давайте что-то закажем уже. Я чай с ванилью. Ну, это уже все помнили. А ты, ну, тут на сатэ. Да? А, Наташа, а мы с тобой что будем? По-русски? Ну, ты зашита. Как что? Квас из бородинского хлеба. Молодец. Одобряю. И давайте сделаем волну. Через нашу дружбу. Как это? Ну, я пускаю волну. А вы повторяйте, волна пошла. Что будем заказывать? Ванильный чай, сакей, два кваса. А вы сделаете с нами волну. Что такое квас? А, ну, тогда плепиховый нос. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, кофе, так кофе. Раз вы не знаете, о чем мы говорим. Хотя, заметьте, мы с вами разговариваем на французском. Ром, если хотите, у нас очень хороший пуш. Кофе нас сегодня вполне устроит. Но в следующий раз без класса не отпустим. Та, я ванильный чай. Ну что, призучика, говорят, что ты мне можешь устроить стажировочку. Но в министерстве мне как раз нужно тепленькое местечко. Я сейчас. Это куда вы вечно уходите? Нет, я в этот раз его остановлю. Нет, ну как ни на меня не смотри, Борис Акин. Хоть со сломанной ногой, а я пойду и прослежу. Это свидание. Я знала, что мы встретимся. Ты мне еще утром понравилась. Такая общительная девушка, разговорчивая, красивая. Так рад тебя видеть. Ага, ты по миму салюту пришла в партификанский парфюрница. Какая же ты умница. Через 2 часа я буду приезжать на гитаре. Так что у нас есть еще время, но ты сейчас услышишь. Ты слышишь в воздухе эти ритрыки и зубы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты так превосходно двигаешься. Я обожаю этот свадь. Кстати, стоит. Да все все в порядке будет. Не переживай. Ничего, что мы перешли на ты. Я тоже рада. Ты одна здесь с друзьями. Но уже не важно. Я буду петь все песни только для тебя. Это свидание, Велька. Хотя и не запланированное. Но так и лучше. Все спонтанно. Все спонтанно. Я пойду, расчитаю гитару и дострою микрофон. Не теряй меня, ладно? И все песни для тебя. Эдин Винтерян. Ребят, я, наверное, пойду. Не хочу мешать вашему романтическому свиданию. А сейчас прозвучит песня для моих друзей. Из солнечного Мадагаскара, Куршетия, Туниса, И все мусы. Я и забыла. И гостина, и снова в Париже. Крепко обучаю. И я забываю. Светлела, девка. Победы с ногами. Но беда я укрепка. Он хочет тебя. Крепкнул, а у нас нет тишина. Снова я в Париже одна. Сильная женщина плачет у Аль-Ак-Мар. Крепкнул, а у нас нет тишина. Снова я в Париже одна. Сильная женщина плачет у Аль-Ак-Мар. С вами в Париже путешествовали Антон Долгоф, Давид Степанин, Ирина Спаснякова, Матвей Жизневский, Роман Морозов, Ирин Павильма-Корчева. Аль-Ак-Мар.